Магомед Сулейманов Магомед Сулейманов Монолог о недовольстве городской работы плавно перетек в философские размышления о человечности и просьбе оставить за ним депутатские полномочия. И наконец Абдулатипов выдал, что правительством Дагестана принято решение распрощаться с Магомедом Сулеймановым после сентября. Человек работал руководителем Сбербаша, был председателем парламента. А кого еще? Нормальные отношения. И я, вопреки многим советам, сам пошел на это. Даже внутри руководства республики не было поддержки этой кандидатуры. В результате на первых этапах Сулейманов начал что-то делать, а потом увлекся разными вопросами. Мы определили и поставили круг задач, которые новый мэр должен решить, но ни одна из этих задач не решена. Парирует Абдулатипов на страницах Черновика. Впрочем, обсуждения этого вопроса ни для кого сюрпризом не было. И, вероятно, для самого Сулейманова тоже. Иначе как назвать его отсутствие на сессии парламента? Точнее, не отсутствие, а его внезапной больничной. Я бы не сказал, что место мэра Махачкала привлекательно. Если раньше мэр мог апеллировать к тому, что для него важно мнение избравшего его народа, это были бы другие отношения. И глава республики не мог бы убирать главу города только потому, что ему не нравится его работа. Но ситуация такова, что прямые выборы были отменены. С этим все как бы молчаливо согласились. И ни один мэр не может сказать, сколько он просидит на своем месте. Быстрых результатов можно добиться только при значительных финансовых вложениях. Делится своим мнением с новым делом экономист Михаил Чернышев. Не остался безмолвным и Сергей Меликов, приехавший в Дагестан вчера. Полпред, в свойственной ему манере, выразил недовольство по ходу реализации программы ветхого жилья. Махачкалинцы, живущие рядом с домом, попавшим под эту программу, пожаловали с полпреду на нарушение, которое допускает администрация. Почему законопослушные граждане, много лет живущие здесь, страдают от ваших возмутительных действий? Почему они вынуждены обращаться за помощью ко мне? Вы не только не провели общественное слушание, но ни во что не ставите судебное решение. Все это не может продолжаться. Цитирует Меликов в управлении пресс-службы главы Дагестана на страницах нового дела. Бизнес снова кошмарит. Так отзываются дагестанские журналисты о случае хищения 39 миллионов рублей директором Кизляр-агрокомплекса Магомедом Тукуевым. По версии следствия, в 2009 году компания составила акты о вводе в эксплуатацию оборудования для развития животноводческого комплекса. На сумму 50 миллионов рублей. Это все было сделано в рамках программы развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Дагестане на 2009 и 2012 годы. Оказалось, один из актов, составленный на сумму 39 миллионов рублей, оформили на покупку уже существующего оборудования. Участие в программе было неправомерно по двум причинам. Во-первых, оборудование должны были закупить в период ее действия, то есть в 2009 и 2012 годах. На нее были составлены акты и, соответственно, деньги получены обманным путем. Во-вторых, Кизляр Агрокомплекс не подпадает под действия программы, поскольку не является сельхозтоваропроизводителем, а занимается промышленным производством. Передает слова пресс-секретаря Республиканского следственного комитета России по Дагестану газета Черновик. Что или кто за этим стоит? Такие мысли сейчас плавают в главах директора Кизляра Агрокомплекса и его адвоката. И у них уже есть предположительные версии. Создается впечатление, что кто-то исполняет заказ, чтобы уничтожить компанию. Он человек честный, отката не дает. Может, кому-то из чиновников это не нравится? Предположил на страницах Свободной Республики адвокат директора компании. В продолжительной борьбе политических тяжеловесов с ринга был скинут лидер дагестанского отделения партия «Справедливая Россия» Гаджимурат Амаров. И что бы он ни делал, каким бы методом ни прибегал, вплоть до возбуждения уголовного дела на главу республики, но должность он все-таки потерял. Ну а это, в свою очередь, говорит о методах Рамазана Абдулатипова. Как известно, мы не раз становимся свидетелями, как глава Дагестана беспрепятственно увольняет неугодных ему людей. Или добивается отстранения тех, кто ему не подконтролен. Конечно, административный ресурс и абсолютное доверие федерального центра дают ему такие полномочия. Но надо ведь понимать, что ничего в наших реалиях не вечно. О политических неурядицах и неоднозначных отношениях с главой Дагестана в интервью черновиков рассказал Гаджимурат Амаров. Выходит, что это пусть и временная, но все-таки победа руководства республики. Если смотреть на сентябрь, то для Абдулатипова нынешняя ситуация – это возможная победа. Но я смотрю чуть дальше и не вижу никакой победы. Там будет только поражение. Чтобы победить в главе республики, наоборот, надо было пустить нас на выборы и показать доверие к себе народа Дагестана. Тем самым подтвердить свою победу и состоятельность. А тут будто вышли на ринг два боксера. Вдруг промоутер одного из них из-за ринга по просьбе своего боксера наносит нокаутирующий удар. Это разве победа? Так Абдулатипову надо было нанести этот удар в сентябре на выборах и показать свою политическую состоятельность, а не решать вопрос моего отстранения перед выборами через Москву, рассказал в интервью Черновику Гажимурад Амаров. Полную версию интервью с Гажимурадом Амаровым читайте в сегодняшнем номере Черновика. Озеро Агель может скоро исчезнуть. А иначе как думать, если чуть ли не половина водной акватории засыпана песком? Делается это для того, чтобы создать дополнительную территорию для излюбленных махачкалинскими предпринимателями многоэтажек. Подумайте только, какая благодать иметь домик прямо посередине озера. Росреестр по Дагестану, которым руководит Залбек Залбеков, инициировало хаотичное перемещение существующих земельных участков. Например, прямо посреди водной глади Агеля на карте появился гигантский участок земли, предназначенный для размещения промышленных объектов. Причем, в соответствии с публичной картой, его площадь составляет 0,1 квадратного метра. Визуально же он тянет минимум на 3 гектара, приводит аргументы гражданских активистов в свободная республика. Откровенная бестолковость застройщиков приведет, в конце концов, к тому, что у Махачкалей не останется ни одного приличного уголка для отдыха горожан. Бесхребетность и медлительность республиканских инстанций только на руку недобросовестным предпринимателям. Сегодня озеро загрязено биогенными элементами. Зарастание жесткой водной растительностью появилось давно, в результате чего стали ухудшаться условия обитания рыб, качество водных ресурсов. В связи с этим еще в 2012 году был разработан проект экологической реабилитации озера Агель, в рамках которого будут проведены работы по очистке дна озера, от донных отложений, выказ жесткой растительности и так далее. И это все, о чем мы хотели рассказать вам о минувшей неделе. Читайте газету «Черновик», заходите на наш сайт www.chernovik.net и будьте всегда в курсе самых последних событий в республике. Ну а с вами была Людмила Магомедова, увидимся ровно через неделю. Пока! Субтитры подогнал «Симон»